Это уникальные кадры. При Балтийске благородные олени делают свои первые шаги, точнее скачки, на белорусской земле в Мозорском районе. Грациозное и изящное животное, которое в связи со сменой гражданства и переездом испытали некоторый стресс, выпущены на волю и убегают. Для них воля – это пока понятие условное. Карантинный вольер для передержки 12 гектаров. Награждённым высоким забором территории созданы все условия, чтобы лесные жители чувствовали себя как можно более комфортно. Три взрослых самца, 20 самок уже в положении и 20 подростков-сигалеток. Так называют животных, которые родились менее года назад. Олени были закуплены в рамках государственной программы. Их стоимость свыше 68 тысяч белорусских рублей. Государственной программой «Белорусский лес», разработанной на 2016-2020 годы, предусмотрено разведение оленя благородного в Республике Беларусь. Вот под эту программу РГО БООР, Республиканское наше государственное общественное объединение, закупило для Мозорского района 43 особи благородного оленя. Для чего? Для передержки в вольере для временного содержания и потом выпуска в дикую природу. Если все пойдет хорошо, то, конечно, мы планируем несколько этапов произвести таких вселений. Строительство вольера велось полтора месяца. Мозорский бор бросил клич о помощи и неравнодушные отозвались. Каменский охотколлектив, лесхоз, Мозорская овощная фабрика, СПК Слободское, СПК Родина. С совместными усилиями был создан настоящий санаторий для оленей. Полные кормушки, стога сена, стволы осины, уже обгрызенные, и соль – главный источник минералов. А еще проточная вода, канава, простор, можно и побегать, и отдохнуть. В общем, все условия, чтобы адаптироваться, плодиться и размножаться. Но сотрудники Мозорского общества охотников и рыболовов переживают, что карантинный вольер станет местом паломничества. Ведь такое любопытство вредно для диких животных. «Хотелось бы обратить внимание, что данной территорией являются зоной контроля таможенного, а также зоной карантинного контроля. На данную территорию въезд и проход запрещен, за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин. И хотелось бы обратить граждан, что это дикое животное, это не домашнее, это не зоопарк, поэтому любая тревога может обернуться печальными последствиями, как то, что могут прорвать сетку, могут покалечиться, могут повредиться». Благородные животные в сытости и под круглосуточным контролем будут находиться здесь еще полгода. В конце лета, когда появившиеся на свет оленята будут уверенно держаться на ногах, все стадо выпустят на свободу, в лес, где им придется самим добывать корм, спасаться от опасностей в лице волков и людей и пополнять популяцию. Ведь оленей в Гомельской области очень мало.